Таганских допросили по делу об убийстве деда Хасана. По версии следствия, члены ОПК вели наблюдение за Асланом Усаяном накануне того, как его застрелил киллер. Организаторами и исполнителями убийства считают других лиц. Таганская ОПК во главе с Игорем Жирноклевым и Григорием Рабиновичем могла быть причастна к убийству вора в законе номер один Аслана Усаяна, деду Хасана, считают следователи. Об этом сообщает разбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии следствия, члены группировки вели за Усаяном наружное наблюдение накануне его расстрела. Организаторами и исполнителями убийства при этом считают других лиц. По данным итальянской полиции, полученным в результате прослушки представителей российского криминалитета, Идейными вдохновителями убийства Усаяна были воры в законе Терриел Аняна, Таро, и Мираб Джангвиладзе, Мираб. С ними еще с 90-х годов был близок лидер таганской ОПК Жирноклеев. Последнего, по данным Разбалта, недавно пытались допросить об убийстве деда Хасана. Однако он категорически отказался отвечать на вопросы. Отмечается, что таганская ОПК еще с 90-х считалась лучшей в наружном наблюдении и перехвате переговоров. Услугами таганских пользовались многие воры в законе и авторитеты из других ОПК. При обысках у членов группировки была изъята аппаратура, сравнимая по уровню с техникой спецслужб. Многие из тех, за кем велось наблюдение, впоследствии были убиты. В деле таганских также содержатся материалы о том, что услугами наружки и прослушки банды пользовались ГРУ и ФСБ, поскольку на тот момент не обладали оборудованием такого же качества, отмечает Разбалт. По информации агентства, в настоящее время показания по делу таганской ОПК дают 4 важных свидетеля, в том числе владелец частного дома в СНТ «Вертолет-1» в Орехово-Зуевском районе Московской области. По версии следствия, это здание группировка использовала в качестве тюрьмы. Туда доставляли жертв бандитов, пытали, а затем убивали, тело закапывали в Подмосковье. По версии следствия, в «Вертолете-1» содержался финансист Алексей Покровский, который получил от лидера группировки Григория Рабиновича Векселя на 4 миллиона долларов, и попытался скрыться. В СКР считают, что по приказу Рабиновича финансиста нашли и доставили в тюрьму, где долгое время пытали, а затем убили. Останки Покровского пока не нашли. Сам Рабинович отрицает вину, уверяя, что финансист не причинил ему ущерба. Ценные бумаги признали недействительными до того, как их обменяли на деньги. По версии Рабиновича, Покровский сбежал за границу, где живет и сейчас. Также, по данным следствия, в доме в «Вертолете-1» держали бизнесмена армянского происхождения и одного из членов группировки, которого заподозрили в сотрудничестве с правоохранительными органами. Обоих убили. Останки тел нашли неподалеку от Люберец благодаря данным из показаний свидетелей. По данным Розбалта, Таганских подозревают более чем в 20 убийствах. Большинство жертв при этом – члены ОПК, которые попали под зачистку в начале 2000-х годов. Кроме того, участников группировки подозревают в убийствах ряда преступных авторитетов помимо Аслана Усаяна. В частности, у следствия есть информация, что в 2000 году именно Таганские расстреляли авторитета Максима Лазовского, Макс Хромой. Лидеров Таганской ОПК Игоря Жирноклеева, Жирный, и Григория Рабиновича, Гриша Таганский, арестовали в январе 2019 года. Им предъявили обвинение в расправе над гендиректором ОАО «Роспищепром» Валерией Журавлевым в 2008 году. Журавлева забили обрезком трубы около жилого комплекса «Царское село» на Новочеремушкинской улице в Москве, где тот проживал. Перед этим, по версии следствия, подконтрольный Жирноклееву и Рабиновичу структурой лица, подделав документы, похитили у Роспищепрома здание головного офиса в первом Тверском Ямском переулке. Журавлев обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого бизнесмена убили. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.